МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верюсь ему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Сухумский обезьяний питомник. Какие грандиозные опыты ставили советские генетики? Изучали на них алкоголизм на павианах. Вот их спаивали. Комсомолки и орангутаны. Рандеву безромантики, но с политическим подтекстом. Они ставили себе задачу создать человека, который будет беззаветно предан партии. Куда исчезли жертвы эксперимента? До сих пор это что-то бегает в горах Абхазии. Самые удивительные опыты на орбите. Чтобы заняться сексом, нужно будет предпринимать весьма большие физические усилия. И всё, о чём до сих пор молчали космонавты. Королёв был против того, чтобы женщины были во время пуска на космодроме. А также, может ли картина превратить человека в маньяка? Раньше, впечатлившись, люди падали в обморок, а теперь, значит, пытаются уничтожить искусство. Сухумские обезьяне-питомник. Почти все слышали об этой достопримечательности в столице Абхазии. Но какова цель создания питомника? За сто лет существования это место обросло невероятным количеством мифов и легенд. В начале 20 века здесь собрался весь цвет русской медицины, чтобы работать в новейшем и самом популярном для того времени направлении. Сейчас бы это назвали биоинженерией. Наблюдение современного пользователя интернета. Если задать в поисковой строке ключевые слова «сухумский обезьяний-питомник», система сама подскажет продолжение. Опыты над людьми. Так что же происходило в столице Абхазии? Гора Трапеция в Сухуме. В конце 19 века выдающемуся русскому врачу Алексею Остраумову, высочайшему казом его императорского величества Николая II, пожаловали здесь землю и дачу. Так начинается история питомника. В районе дачи были подземные сооружения, подземные площади специально для медицинских опытов. Впоследствии это все и наработки, и помещения были использованы большевиками. И на базе этой дачи возник институт медицины и обезьяний-питомник в Сухуме в 1927 году. Создавали его, как обычно, для всевозможных научных изысканий. Насколько я знаю, там были проведены фундаментальнейшие научные исследования поведения, социального поведения, прежде всего, приматов. И во многом корни социального поведения человека. Наука развивалась в молодой стране советов практически наравне с оборонкой. Это было время слома традиций и смелых экспериментов в самых разных сферах, от архитектуры до медицины. Была очень популярна органотерапия, вытяжки из органов. Поэтому идея была такая, чтобы привезти из Африки, прежде всего, антропоидов, шимпанзе. 20-е годы. В ресторанах Европы страшно популярен коктейль «Железа обезьяны». Смесь джина, апельсинового сока, граната и абсента. В Париже научные конгрессы рукоплещут русскому профессору Сергею Воронову. Весь мир обсуждает опыты по трансплантации и возможное омоложение с помощью органов приматов. Такое может сделать только доктор Ворон. Он произвёл несколько тысяч пересадок половых желёз от обезьяны к человеку. И даже уже пытался производить пересадку яичников стареющим дамам, тоже обладающим немалыми средствами. Профессор Воронов. Прототип профессора Преображенского из булгаковского собачьего сердца. Ухватили животное и сполосовали ножиком, а теперь гнушаются. Спустя несколько лет, в конце 30-х, выяснилось, что опыты по омоложению с помощью обезьян не имеют долгосрочных клинических результатов. И всё-таки смелый эксперимент принёс пользу. Наука идёт по этому пути, открыла другое. Дело ведь в том, что далеко не всё в пересаживаемой ткани, этого же яичка, нужно для того, чтобы в кровь стали поступать вещества с обсуждающим омоложением. Задача стояла так – найти эти вещества. И эти вещества в конечном счёте были найдены. Биолог Борис Режабек говорит о пептидах. Сегодня эти соединения используют при лечении неврологических и онкологических заболеваний. Но в 30-е годы прошлого столетия такого слова ещё не знали. Советские учёные предположили, что их коллега Воронов просто не довёл свои опыты до конца. А ведь можно пойти намного дальше. Они ставили себе задачу с помощью генетики создать, ну скажем, новую породу человека. То есть человека, который будет беззаветно предан партии и будет с той же беззаветностью строить светлое царство социализма. И были у них мысли, как экспериментальным путём воздействовать на гены с тем, чтобы преобразовать обычного человека в хомосоветикус. Есть версия, что производить идеальных слуг советской власти целую армию новых людей должны были учёные в Сухумском питомнике. Но как? Подобным экспериментом люди при больших погонах, они говорили, что в итоге, уже во второй половине 20-го века выяснилось, что единственный, кто может каким-то образом спариваться с человеком, это орангутанги. Проект улучшения человеческой природы был знаковым для периода становления Советского Союза. И нашёлся биолог, который готов был взяться за него. Профессор Илья Иванов. На опытной станции заповедника Оскания-Нова он скрещивал оленей и быков, белых мышей и морских свинок, зайцев и кроликов. Венцом его экспериментов должен был стать гибрид человека и обезьяны. Гибридный человек к 3-4 годам набирает невероятную силу, гораздо менее чувствителен к боли, неразборчив в пище. Возможности использования безграничны. От работы в сырых забоях до солдатской службы. Из письма Ильи Ивановой из Африки московским друзьям. Консультанты главнауки сомневались в успехе опытов. Человек – это особое, я считаю, существо, которое стоит над всем остальным миром. Почему? Потому что сколько ни пытались воспитывать этих обезьян, учить их, и разговаривать, и читать, и навыки какие-то, там труда, ничего не получается. Но в Африке местные жители рассказывали ученым о регулярных нападениях обезьян на женщин и о последующем рождении человекоподобных детей. Так или иначе, но Иванов получил грант на исследование в сумме больше 30 тысяч рублей. Баснословные деньги по тем временам. В Советском Союзе он нашел для себя хорошую нишу, получил дотацию от правительства, там тогда был такой Горбунов, и провел эти эксперименты. Результаты этих экспериментов до сих пор вызывают только смущение. В 1929 году «Красные газеты» публикуют объявление. Все, желающие участвовать в опытах советских медиков, приглашаются в Сухуми. Объявление вызвало ажиотаж. Письма профессору Иванову приносили мешками. Вот что написала ему жительница Ленинграда. «Эта проблема давно интересовала меня. Моя просьба – возьмите меня в качестве эксперимента. Умоляю вас, не откажите мне. Я с радостью починю всем требованиям, связанным с опытом. Я уверен в возможности обладотворения. В крайнем случае, если вы откажете, то прошу написать мне адрес какого-либо из иностранных ученых-зоологов». Конец цитаты. Но получить жизнеспособное потомство Иванову не удалось. По крайней мере, официальных свидетельств нет. Говорят, но это опять-таки нововне легенд и баек, что что-то у него там родилось. И говорят, что до сих пор это что-то бегает в горах Абхазии. То есть что-то, нечто вроде снежного человека. Потом сам Иванов, как это обычно бывает с людьми поднятыми и опущенными вскоре, был арестован, правда не расстрелян, он доживал свои дни в Алма-Ате, но вот так вот постепенно сошел небытие. Профессор Николай Гончаров, заведующий лабораторией гормонального анализа в Национальном эндокринологическом центре, был лично знаком с Ильей Ивановым. На прямой вопрос о снежном человеке предпочитает отшучиваться. Он мне рассказывал, что у них на обкоме парки обсуждался вопрос, что один из пастухов имел сексуальный контакт со слицей. Это не значит, что это нужно рассматривать, как имеющее какое-то отношение к биологии. Но может быть в этих шутках есть доля правды? Вполне вероятно, вот этот снежный человек и другие чудовища, которых видят в разных местах планеты, особенно чаще в горах, то они вполне вероятно потомки вот таких экспериментов. Те, кто выжил в результате таких экспериментов и сбежал, что якобы в Сухуми, там в Сухумских горах, в Абхазских горах тоже находят таких зверолюдей, также в Японии, также в Китае, в Панна-Памире. Бельгийский криптозоолог Бернар Эвельманс многие годы посвятил поискам неизвестных науке животных. Русские получили расу обезьянолюдей. Они имеют рост под два метра и покрыты шерстью. Растут быстрее, чем люди, и поэтому быстро становятся пригодными к работе. Единственный их недостаток – неспособность к воспроизводству. Но исследователи работают в этом направлении. Писатели строят догадки и гипотезы. Официальная наука дает однозначный ответ – нет, не было, не зафиксировано. Если вспоминать при этом ученого нашего института, Илья Ивановича Иванова, его эта работа была, ну, тупиковый ход. Я разговаривал с нашими старыми учеными, которые знали его лично. Никто из них не помнит, чтобы это хоть какая-то часть этих работ по скрещиванию, чтобы скрещивание у него уменьшалось успехом. Частые неудачи и высокая стоимость. Именно это характерно для такого рода экспериментов. Но в Советском Союзе все равно продолжали. Изучали алкоголизм на павианах, вот, их спаивали. И изучали процесс трансформации личности. Ну и вообще, так сказать, вот, процесс становления этой самой зависимости алкогольной. Изучали именно на павианах. Ну вот, я не знаю, по-моему, от этого особой пользы не было, потому что в результате этих исследований пить меньше не перестали, к сожалению. Тем не менее, благодаря массе сложных и, казалось бы, провальных экспериментов, были созданы важнейшие препараты. Вакцина от полиомиелита и лекарства против рака молочной железы. И в этом медицине помогли животные. Гормон здоровья и долголетия в Сухумском заповеднике изучал с помощью обезьян профессор Гончаров. Мы взяли старых обезьян, которые уже, как говорится, готовились, приготовились уйти с этой жизнью. Ну, где-то 28 до 30 лет. Пять таких обезьян. И мы им вводили тоже маленькие дозы дегидроэпидрестерона. Через месяц эти служительницы, которые обслуживали обезьян, прибежали к директору, к дирекции, и говорили, слушайте, что вы сделали с этими обезьянами. Они трясут клетки, бегают. Возросла двигательная пищевая мотивация. То, чего мы не ожидали, через три месяца они обросли шерстью. Провести испытания на людях ученые пока не имеют права. А вот наши соседи уже давно используют метод Гончарова. Такие результаты есть сейчас как-то неудивительно в Румынии. Там есть институт. Который опирается на идею румынского академика Пархона. И вот там разработаны методы, которые позволяют действительно даже в 90-100 лет приходящим туда старикам почувствовать, что силы их жизненные пребывают. И они начинают жизнь свою ощущать как нечто гораздо более достойное, чем до применения этих аппаратов. В 2008 году в Великобритании был принят закон, который фактически легализовал эксперименты по оплодотворению яйцеклетки животного человеческими сперматозоидами. И наоборот. Три университета получили лицензии на такого рода опыты. Цель – получение эмбриональных стволовых клеток для создания новых лекарственных средств. Есть предположение, что подобные эксперименты не прекращались все эти годы в лабораториях всего мира. Слишком уж заманчиво выглядит перспектива создания нового существа, у которого можно будет впоследствии изымать органы и продлевать человеческую жизнь сколь угодно долго. Проводились и проводились вплоть до 90-х годов. Насколько мне известно, проводятся ли они сейчас, это большая загадка, но вполне вероятно. Хотя, кто знает, возможно, теперь такие технологии, что уже подобное скрещивание просто выглядит не только утопией, но и таким каменным веком в медицине. Впрочем, всё это сухумского питомника уже не касается. Смелых опытов здесь давно не проводят. Последние генетические исследования однозначно показали, клетки человека и обезьяны отторгают друг друга. Плод просто не образуется. Эксперименты Иванова по созданию обезьян у людей изначально были обречены. Профессор не мог этого знать. Он просто экспериментировал. Как любой настоящий учёный. Смотрите далее. Почему Королёв боялся, что Гагарин сойдёт с ума? Целых 8 минут он считал, что он погиб. ЧП на орбите. Вся правда о летающих тарелках из уст знаменитых космонавтов. Вот так смотрит на часы и говорит, вот сейчас, через 5 секунд, вы увидите НЛО. А также потрошители картин. Зачем люди нападают на шедевры? В Мюнхене был человек, которого прозвали кислотный маньяк. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. СССР – великая космическая держава. Казалось бы, мы должны знать о своих героях-космонавтах всё. Но до нас доходит только дозированная информация. А недостаток фактов порождает слухи и домыслы. Встречались ли наши космонавты с НЛО? Отчего на орбите можно сойти с ума? Некоторые даже рискнут спросить, возможен ли секс в условиях невесомости. Сегодня постараемся восполнить пробелы в наших познаниях о космосе. Во времена СССР космической теме допускали далеко не всякого журналиста. Нужно было пройти сотни проверок, чтобы стать официальным фотографом или специальным корреспондентом, который знает, о чём можно писать и о чём нельзя. Бортовой журнал «Восток-1», которому уже 50 с лишним лет, он летал в 61-м году, он не опубликован. Не опубликован ни один бортовой журнал ни одного нашего космического полёта. Они все до сих пор под грифом. Все. То есть у нас уже там ни одна сотня космонавтов, мы уже больше сотни раз летали в космос. Ни одного. 1961 год. Начало апреля. Корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Губарев пишет статьи о покорении звёздных меридианов. У журналистов нет никакой информации о том, когда состоится первый полёт человека в космос. Ясно одно. Это случится вот-вот. И обязательно до 21 апреля. На эту дату американцы назначили старт своего человека, Алана Шепарда. Мы забросили агента своего в отряд космонавтов, Томку Кутузову. Она была уборщицей. Поэтому мы всё знали, но мы не знали, что 12-го. Потому что 11-го числа не было никакой информации с космодрома. Так. И мы подумали, что будет пуск 14-го. Потому что 13-го Сергей Павлович никогда не пускал. Он не был суеверным человеком. Но 13-го он не пускал, так же, как не пускал в понедельник. Несколько крупнейших космических катастроф произошли именно в понедельник. Так, 24 октября 1960-го года при пуске взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета. По официальным данным, погибли 74 человека. Я ведь у Королёва работал сначала инженером, и мы проектировали нашу «семёрку», на которой все сейчас летают. Потом я работал испытателем, мы её запускали. Она тоже не хотела летать. Иногда не стартовала, иногда взрывалась, иногда взлетала, потом нам на голову упадала. История космонавтики не знает ни одного идеального полёта. Более того, учёные считали, что человек может сойти с ума, увидев Землю со стороны. Именно по этой причине полётом Юрия Гагарина управляла автоматика. В режиме нештатной ситуации перейти на ручное управление можно было лишь через секретный код. Первый космонавт должен был набрать на пульте число 25. А он это мог сделать, достав конверт. В конверте был второй пакет, и в этом пакете была написана цифра 25. Но подумали так, что если человек сойдёт с ума, то он не догадается из трёх пакетов достать эту цифру и набрать. На орбите всё прошло в штатном режиме. Но при возвращении на Землю спускаемый аппарат отделился от остального корабля с 8-минутной задержкой. Дело в том, что когда он приземлился, он приземлился уже в нерасчётном районе. Там его никто не ждал. Его ждали за 500 километров дальше. Он был очень бледный. Мы даже его не узнали, честно, на первых фотографиях. Он страшно бледный, посмотрите. Дело в том, что он считал, что он 8 минут, как целых 8 минут, он считал, что он погиб. Полёт Гагарина завершился благополучно и стал одной из самых славных страниц в советской истории. Это известно всем. Зато многие даже не догадываются, какие неприятности сопровождали первый полёт в космос представительницы прекрасного пола. Королёв был против того, чтобы женщины были во время пуска на космодроме, то есть как женщина на корабле. Интуиция не подвела Королёва. Во время полёта Валентины Терешковой возникла нештатная ситуация. Женщина не смогла справиться с управлением корабля. С Терешковой разговаривали несколько раз. Чувствуется, что она устала, но не хочет признаться в этом. Если придётся садиться вручную, а она не сможет сориентировать корабль, то он не сойдёт с орбиты. Из доклада генеральному конструктору 17 июня 1963 года. Интересно, что накануне своего первого полёта в космос Терешкова сообщила семье, что едет прыгать с парашютом. Настолько всё было засекречено. Что же случилось со спортсменкой и лучшей из лучших там, в космосе? Валя оказалась первой, кто на себе в полной мере испытал влияние невесомости. И, кстати сказать, это затормозило нашу женскую космонавтику, посчитали, что женская особенность. На самом деле мужики точно так же переносили. Терешкова провела в космосе почти трое суток. Большую часть полёта она не могла адаптироваться. Тем более управлять неисправным кораблём. Оказалось, что он поворачивался не в ту сторону, что при отработке на тренажёре. Причина крылась в неправильном монтаже проводов управления. Об этом случае Терешкова молчала более 40 лет. Все боятся эту профессию потерять. Ну, а так как всё-таки наша медицина в ряде случаев, она выполняет какие-то карательные функции здесь и ведёт жёсткий отбор. То есть, естественно, люди, они, видимо, как-то неохотно об этом рассказывают. Если рассказывают, то только, скажем, каким-то таким доверенным лицам. Во время посадки Терешкова, что называется, дала волю эмоциям. Это фатальным образом отразилось на последующих полётах женщин в космос. Их просто запретили. Она буржналом кидает в иллюминатор. Слава Богу, что не разбил. А то там и осталось. И тогда Королёв принимает решение, благо была система автоматизма, её с земли развернули, отработал двигатель, и она села. А потом она стала героем. Поэтому сказали, что пока я жив, никого-то не будет. Именно после этого полёта Королёв расформировал женский отряд космонавтов. Следующей в космосе, уже после смерти генерального конструктора, стала Светлана Савицкая. Это произошло спустя почти 20 лет. В конце 2007 года корреспондент газеты «Гардиан» Джон Хенли опубликовал в своём блоге информацию о конфиденциальном докладе НАСА. Речь шла о космической миссии 1996 года. Двое добровольцев, мужчина и женщина, якобы протестировали 10 позиций для занятий сексом в невесомости. Статья побила все рекорды популярности. Более 100 тысяч просмотров за одно утро. С тех самых пор разговоры о любви в космосе будоражат человеческое воображение. Но если в НАСА проводили такие исследования, то, может быть, существовал государственный заказ. Полёты в космос становятся всё более длительными, и космонавтам надо поддерживать на орбите привычные условия жизни. Когда летали наши космонавты, у них просто и возможности это не было, заниматься сексом, потому что экипажи были сплошь и рядом мужскими. Ну а так, в принципе, они много шутят на эту тему, но все признают, что заниматься сексом в космосе было бы проблематично. Признаются. Значит, проблемы – это действительно актуально для космонавтов. Чтобы заняться сексом, нужно будет предпринимать весьма большие физические усилия, и в одиночку это вряд ли удастся сделать. Поэтому тема интересная, но это тема будущего. Ну, если разработать соответствующие привязные системы, наверное, механические условия можно как-то соблюсти. И, конечно, интересный вопрос. Возможно ли вообще оплодотворение в условиях невесомости? Кстати, на простейших животных эти опыты проводятся давно и успешно. Зачатие и даже рождение детей в невесомости – это актуальные вопросы относительно недалекого будущего. А это как раз будет очень важно, когда полеты будут длиться, допустим, ну, там, годы. То есть это такой явно непраздный вопрос, но который должен быть обязательно следован. После полета Юрия Гагарина в атеистическом советском обществе ходила присказка. Гагарин в космос летал, бога не видал. А на тему встреч с представителями внеземных цивилизаций и НЛО у всех космонавтов стоял негласный запрет. Даже если что-то видели, об этом говорить не следует. Невесомость может приводить человека к различным расстройствам восприятия. По наблюдениям психологов, возможно, даже изменённое состояние сознания. То есть изменяются механизмы функционирования центральной нервной системы, анализаторов. Значит, здесь отсутствует весомость, то есть вестибулярный анализатор находится в таком необычном состоянии. Ну и плюс длительная изоляция, изоляция от каких-то привычных социальных контактов. И всё это, в конце концов, может вызывать некие такие изменения восприятия. В космосе на орбите космонавты видят вспышки в глазах. Даже когда закрытыми глазами, допустим, в тёмном помещении, в каюте записывается, да, он закрыл глаза, у него происходят вспышки. То есть это объясняется, что элементарная частица высоких энергий попадает изомнительной сетчаткой глаза. Человек видит вспышку. Однажды сообщение о летающих тарелках, которые наблюдали космонавты, несмотря на строжайший запрет, всё же попало в эфир. Георгий Гречко решил пошутить над прибывшим экипажем в составе Владимира Джанибекова и Олега Макарова. Журналист Владимир Губарев как раз находился в тот момент на связи с кораблём «Салют» и слышал весь крамольный разговор. Говорит, сейчас он прилетит, я ему покажу настоящие летающие тарелочки. Володя и Олег летят, стыкуются, переходят на станцию. И в это время Жора говорит, о, иди, 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 смотри. И действительно, рядом со станцией, неподалёку, идут два летающих блюдца. Чисто в виде. Когда эти слова услышали в Останкино, начался они шуточный переполох. Это же самое, что ни на есть нештатная ситуация. Надо доложить высшему руководству. Ясность лишь через 10 минут внёс Георгий Гречко. Ребята, это же контейнеры. Мы выбросили контейнеры с отходом, вот они идут рядом с нами. Когда мы сменим орбиту, они как-то включили двигатель, станция, они перешли в новую орбиту. Ну, контейнеры исчезли. Это контейнеры с отходами. Но эта часть не попала в Останкино. Да и все, хоть там секретные передачи, осмотрители. Оттуда пошла легенда о том, что космонавты видят летающие тарелочки. Космонавт Александр Волков об этом случае знал. И во время сброса 20-литрового алюминиевого ведра с мусором ничуть не удивился появлению НЛО. Оно летало и сопровождало нас. Оно бы ещё с нами рядом летало несколько дней, 10. Оно с нами было рядом. Вот это ещё очередное НЛО, которое, в общем-то, если не разобравшись, можно спокойно сказать, что космический корабль инопланетян подлетел к нам и летал с нами, разглядывал нас. А космонавт Виктор Савиных вспоминает. После первого полёта ему принесли вырезку из американской газеты. Там показано, что я сижу у иллюминатора, а там за иллюминатором плавают гуманоиды. Значит, и якобы, значит, пишут о том, что на одном из совещаний, секретном совещании в Госплане, генерал Береговой, наш командир был, рассказал, что космонавты из Савиных савиных полётов видели инопланетян. Эта газетная утка настолько возмутила руководство ЦУПа, что перед следующим полётом космонавтов стали специально готовить к появлению различных неопознанных объектов. За два дня до старта на заходе солнца всю команду отвезли на аэродром Чкаловский. Когда самолёт набрал высоту 11 километров, капитан пригласил всех присутствующих к иллюминаторам. Вот он смотрит на часы и говорит, вот сейчас через 5 секунд вы увидите НЛО. Через 5 секунд, конкретно, говорит, слева, там под 30 градусов, вот смотрите в эти иллюминатор, вы увидите НЛО. Ровно через 5 секунд над нами, мы на 11 километрах, над нами, кажется, вот где-то недалеко, он идеальный, тор идеальной формы, бублик, огромный, ну, так мне вот показалось, он, ну, наверное, размером метров 30, вот такой. И мы летим со скоростью 900 километров в час, наш самолёт, и он рядышком с нами сопровождает нас. Космонавты не сразу догадались, что это такое, но потом поняли. В это самое время с одного из полигонов на юге страны была запущена баллистическая ракета, поэтому капитан так внимательно смотрел на часы, проверял время запуска. Есть такой эффект, если на ракете пороховой двигатель стоит, есть они на пороховой двигателе, а есть на керосинах работают, на различных сочетании с кислородом. Вот если пороховой двигатель на этой ракете стоит, на этой, как правило, боевая ракета, на высоте 70, примерно 80 километров над землёй, как бы выхлоп образуется вот от этих порохов. Случались в космосе и совсем уж неприятные моменты. После одной досадной поломки на борту, один из космонавтов, дважды герой СССР, навсегда покинул отряд и космическую отрасль. Длительный полёт, он там летал по памятнику, может, там 6 что ли дней. У него на каком-то там дне сломался санузел. И все фекалии летали в невесомости вокруг него. Об этом случае, разумеется, тоже не писалось в газетах из этических соображений. По оценкам историков, о советской космонавтике известно в лучшем случае не более третье. Когда-нибудь эти страницы дождутся своих летописцев. Но не сейчас. Смотрите далее. Шедевры, взрывающие мозг. Голос пациенту приказывает, иди уничтожь эту картину. Почему Мона Лиза сводит людей с ума? Она так на нас всех снисходительно смотрит. То есть и это не переносят люди, берут ножики там и режут. И как защитить произведение искусства от людей с неуравновешенной психикой? В 20-е годы были попытки одеть тату летнего сада в трусы, бюстгальтеры там и так далее. Искусствоведы уверены, почти все шедевры дошли до нас не в авторском виде, а с серьезными поправками. У Мона Лизы да Винчи и ночного дозора Рембрандта подогнуты края. И мы никогда уже не увидим эти картины целиком. Почему одним произведением искусства суждено страдать от рук вандалов, и хранители музеев должны придумывать все новые способы защиты бесценных полотен? А другие, не менее ценные, спокойно путешествуют по выставкам и возвращаются в музеи целыми и невредимыми. Быть может, нападения связаны с сюжетом картины? Определенная картина попадает на определенный психотип какой-то, или на его состояние в этот момент. Вот, и из-за этого это и происходит. И он не может справиться с переживаемым чувством или эмоцией, и он кидается уничтожить, чтобы спасти мир от этой гадости, или спасти себя от этого кошмара, который вызвал в нем очень болезненную цепь воспоминаний и привел к обострению. 16 января 1913 года в Третьяковскую галерею пришел человек. Несколько минут разглядывал боярню Морозова Сурикова. Потом вдруг решительно развернулся, подскочил к картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и молниеносно, выхватив сапожный нож, нанес полотну три удара. Можно просто, например, не выдержать вот такого своеобразного шока перед картиной, осознавая ее уникальность, участвуя в этом ритуале, он может как-то неадекватно себя повести. С другой стороны, есть люди, которые просто пользуются этой уникальностью, этой выделенностью картины, ее ценностью. Они за счет этой ценности, они хотят к ней приобщиться. Схваченный в галерее вандал, 29-летний Балашов оказался старообрядцем, к тому же достаточно известным в Москве иконописцем. Много раз он видел эту работу и шел только на эту работу. Вот мимо шел и рассматривал эту работу, как там он изобразил, вот эти руки окровавленные его, умирающая жизнь, уходящая жизнь, и он это все впитывал, впитывал. Он там был, ну, много раз очень там был. Балашов был задержан, освидетельствован врачами, признан сумасшедшим и помещен в центральный приемный покой для душевнобольных. Восстановлением картины занимался сам Игорь Грабарь, чье имя носят теперь знаменитые на весь мир российские реставрационные мастерские. Грабарь собственноручно подготовил полотно и пригласил Илью Репина, чтобы тот сам восстановил произведение. Но с момента создания шедевра прошло уже 20 лет. Видимо, взгляды знаменитого художника на мир сильно изменились. Вместо того, чтобы аккуратно нанести краску только там, где были порезы, Репин полностью переписал лицо Ивана Грозного. Когда утром Грабарь вошел, он был в ужасе. И тут же схватил растворитель для того, чтобы удалять это новое лицо Ивана Грозного. И он очень радовался, что он успел это сделать, пока краски не высохли. И он смог, чтобы удалить, не повредив нижележащий слой оригинальной живописи. И затем он выполнил тонировки акварельными красками. И вот как мы сейчас видим в Третьяковке, этих разрывов практически не видно. То есть тонировки и в цвете, и в тоне до сих пор совпадают с авторской живописи. Картина Диего Веласкеса «Венера перед зеркалом» также стала жертвой нападения. Ее тоже исполосовали ножом. Но на этот раз во имя борьбы за права женщин. Картина не случайно привлекла внимание суфражистки Мэри Ричардсон. Эта картина очень красивая, она по цвету, необыкновенно красивая. Но когда ее вывешивали в музеях, когда ее вывешивали на выставках вообще, тоже с ней происходили очень необычные вещи, потому что если долго на нее смотреть, люди сходили с ума от этой красоты, от всего божественного такого. Как писала пресса того времени, 10 марта 1914 года в зал Лондонской национальной галереи, где висела картина «Вошла девушка», она ничем не выделялась из толпы обычных посетителей музея. Подойдя к творению великого испанца, она выхватила из-за пазухи тесак и набросилась на Венеру. Картина серьезно пострадала. Шутка ли? Семь ударов ножом. На допросе девушка призналась, что совершила акт вандализма в знак протеста против ареста своей подруги Эмилин Панкхерст, самой известной в Британии защитнице прав женщин. Англичане были потрясены. Журналисты тут же прозвали Мэри Ричардсон «Мэри-потрошительницей», по аналогии со знаменитым убийцей по имени Джек. Получить известность, делая какие-то благие вещи, гораздо сложнее, чем совершая плохой поступок. Все это мы знаем. И, к сожалению, люди, которые не совсем контролируют свое поведение, не могут предсказать последствия этого поступка, часто совершают вот такой экстремальный шаг, привлекая к себе внимание. Это какой-то такой комплекс герострата. То есть, когда люди хотят таким образом прославиться, они их возбуждают тот факт, что эта картина очень известна, и что, уничтожив ее, они таким образом попадут в историю. Ричардсон добилась своего. Мемуары Мэри-потрошительницы под названием «Смешной вызов», Автобиография сражающейся суфражистки, изрезавшей знаменитую Венеру с зеркалом в Национальной галерее, до сих пор пользуется спросом в книжных магазинах всего мира. Специалисты придерживаются мнения, что на произведение искусства нападают люди, имеющие тяжелые душевные патологии или детские психические травмы. Какими бы мотивами они впоследствии не оправдывали свой поступок? В Мюнхене был человек, которого прозвали «кислотный маньяк», который в общей сложности испортил около 56 произведений в Мюнхенской пинокотеке, в том числе три произведения Дюрера. Это могут быть галлюцинаторные расстройства, например, голос пациенту приказывает «иди, уничтожь эту картину» или «иди, разбей статую». При отсутствии критики, то есть при психотическом состоянии, человек идет и совершает. Особые отношения у подобных вандалов картинам с обнаженной натурой. Потому что многие видели в жизни обнаженные тела и получали от этого удовольствие. Но когда это выносится на обозрение, когда это становится предметом искусства, многим неловко признаться, что это нравится. Или они включаются и видят в этом просто обнаженку, а не произведение искусства. Мы прекрасно помним, как в 20-е годы были попытки одеть статуи летнего сада, в трусы, бюстгальтеры и так далее. Такое движение было, потом это все, к счастью, прекратилось. Центр считает, что изображение обнаженного тела, к примеру, это греховное, его не должны видеть дети, и делает это из благих, но бредовых, как мы говорим, соображений. Посетитель музея Фицуильяма в британском Кембридже разбил сервиз из трех китайских ВАЗ династии Цинь, наступив на развязавшийся шнурок ботинка. Приблизительная стоимость уничтоженного – около 30 миллионов долларов. Картину Клода Моне «Мост в Аржантее» случайно испортили подвыпившие молодые люди. В музее Милуоки в США расстроенный посетитель стукнул кулаком по картине в анене «Триумф Давида», а затем сорвал произведение со стены и стал топтать его ногами. Так стоит ли экспонировать шедевры без охраны и брони? Рекордсменом по числу покушений и увечий стала знаменитая Джаконда Леонардо да Винчи. На нее нападали четыре раза. Площадка перед портретом стала своеобразной ареной и для хулиганов, и для желающих войти в историю, и для протестующих. Она так на нас всех снисходительно смотрит. То есть и это не переносят люди, берут ножики там и режут. Было много же нападений, особенно наш русский один был и японцы. Она настолько прекрасна, что люди с такой неустойчивой психкой, они не могут вот спокойно воспринимать и наслаждаться этой красотой. Им хочется это как-то убить, как-то вот от этого отстранить. Последний такой случай был зафиксирован четыре года назад. Россиянка бросила в Мону-Лизу пустой чашкой. В музей женщина пришла в расстроенных чувствах, поскольку ранее французские власти отказались предоставить ей гражданство. Правда, картина не пострадала. Чашка разбилась о бронированную витрину. Кстати, искусствоведы считают, что вандалов привлекает не сюжет картины, а как раз беспрецедентные меры безопасности или скандальная известность шедевр. Мне кажется, что вот подобные конструкции, как в Лувре, которые защищают произведение как-то дополнительно, увеличивают дистанцию даже физическую, мне кажется, они тем самым искусственно подогревают вот эту ауру. То есть произведение не просто становится недоступным в художественном смысле, но оно даже вот ощутимо недоступно в физическом ключе. Об этом не принято говорить открыто. Но среди музейных работников ходит слух, что зачастую даже с забронированными стеклами и специальным ограждением. Мы видим подделки. Оригиналы же хранятся в запасниках. Есть версия, что та же «Мона Лиза» – искусная копия, сделанная в начале прошлого века в Италии. Тогда картину чуть ли не год возили по всей стране после громкого похищения сотрудником Лувра Винченцо Перуджи. Тот, якобы, хотел вернуть полотно на родину – в Италию. Некоторые музейные сотрудники говорят о том, что для того, чтобы наилучшим образом сохранить произведение, надо их убрать в запасники и вообще никому не показывать. Тогда они точно будут жить долго и счастливо, не будут пылиться, портиться. Кто на них не будет нападать? А в музей повесить реплики или копии? Одно время власти Франции даже хотели открыть специальную галерею единственной картины – «Мона Лизы». Ведь люди зачастую приходят не для того, чтобы посмотреть на картину, а чтобы сказать, что они ее видели. Отметятся обязательные экскурсии. Это подлинный факт, что когда была украдена «Мона Лиза» в Лувре, в течение полутора, двух или трех месяцев ее не было, очередь посмотреть на эту дырку была в полтора раза больше, чем обычная очередь посмотреть на картину. К картине Хелен Франкенталер прикрепили жвачку школьники, от которой осталось, которая разъела краску, и осталось круглое пятно диаметром около 10 сантиметров. Однажды картины Пикассо на выставке в Риме человек ходил и протыкал карандашом. Чьи-то хулиганства, дурная шутка или истерика для реставраторов оборачиваются годами, десятилетиями кропотливого труда. Последний случай в Тейт-Гэллери. Картину Марк Ротко выходят из Украины, списал, значит, ручкой шариковой. Раньше впечатлившиеся люди падали в обморок, а теперь, значит, пытаются уничтожить искусство. Имена спасителей испорченных произведений можно найти мелким шрифтом только в музейных архивах. Например, это Евгений Герасимов и Татьяна Алешина, которые спасли шедевр Рембрандта, знаменитую Данаю. 15 июня 1985 года житель Литвы Бронюс Майгес зашел в один из залов Эрмитажа, нашел самую ценную картину и плеснул на полотно серной кислотой. Это обязательно. Есть вот такие люди, же маньяки, которые охотятся за самыми ценными работами, самыми важными. Эти люди есть, их не вычислишь, их не остановишь ничем. Впоследствии экспертиза действительно признала Майгеса душевно больным. Картина пострадала серьезно. Особенно ее центральная часть – изображение женской фигуры. Кислота образовала в живописном слое глубокие борозды. В них затекла темная краска, смешанная с лаком и водой. Реставрация картины заняла около 15 лет, потому что были очень серьезные повреждения. Было повреждено около 20% поверхности живописи. Только на устранение натеков с картины ушло более двух лет. Даная вновь предстала перед гостями музея, уже под бронированным стеклом. А вандал Майгес до сих пор в психиатрической больнице. Существует еще одна группа вандалов. Это непризнанные художники. Такие, как Александр Бреннер. Он нарисовал на картине Малевича супрематизм «Знак доллара». Таким образом, якобы выразил свой протест против коммерческого искусства. Теми, кто фанатично портит картины, движет только одно сильное чувство – зависть. Зависть к красоте и таланту. И это не лечится. Это было агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова